уважаемые гости компания кодерлен приветствует вас сегодняшняя наша встреча посвящена конфигурации erp производственному блоку и поговорим с вами про распределение расходов вы видите на экране наши контактные данные наша электронная почта наши телефоны телеграм-контакты и соответственно адрес сайта вести сегодняшнюю встречу буду я консультант аналитик 1с галина гардышева и если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения или не смогли по каким-то причинам досмотреть нашу встречу до конца то через некоторое время мы выкладываем на сайте записи наших вебинаров и соответственно вы можете посмотреть в удобное для вас время на диване в тапочках ну и возможно какие-то еще материалы вас заинтересуют мы будем очень рады оказаться вам полезными и будем благодарны если вы как бы обратную связь дадите то есть вопросы которые возникнут по ходу нашего вебинара может быть какие-то вопросы касательно ваших бизнес-процессов применяемых вами конфигурации мы давно работаем с программным обеспечением 1с и все работы выполняем и продажи и настройки и доработки и адаптация для конкретных бизнес условий ну то есть будем рады оказаться вам полезными и так как будет проходить наша сегодняшняя встреча мы с вами будем смотреть нормативно так сказать информацию на слайдиках вот такими образом вы сейчас видите у нас программа вебинара на экране и мы будем по ходу пьесы переключаться на демо базу erp демо база версия 2.5.17 это не слишком новая не слишком новый релиз то есть сейчас уже выпущен 19 но тем не менее это достаточно свежий релиз на котором практически все регламентированы отчеты ну то есть основная информация достаточно актуальна и для цели так сказать демонстрация на вебинарах это подходит сейчас мы снова переключаемся с вами на демо базу из демо база вернее извините на слайдике и поговорим вот о чем то есть что мы сегодня запланировали у нас с вами будет первым пунктом это настройка рабочего места распределения расходов соответственно справочник правила распределения расходов ну мы посмотрим с вами весь этот блок то есть и показатели расходов и справочники то есть какие могут быть какая может быть структура этих затрат какие отчеты мы можем посмотреть ну то есть все что вокруг этого рабочего места распределения расходов и соответственно какие дополнительные инструменты у нас есть начнем немножко так сказать восстановим в памяти теоретическую основу то есть удобный инструмент у нас очень это рабочее место распределения затрат он у нас работает и в рекламентированном учете и в управленческом учете ну и соответственно если вы ведете например управленческую компанию вашей вашей базе то это очень удобный инструмент для бухгалтеров во всяком случае распределение расходов не так актуально потому что для них важно чтобы расходы были учтены но вот аналитика по списанию уже не так актуально а вот для управленцев для финансовых структур это естественно очень актуальный момент и позволяет учитывать и проводные и не проводные так сказать расходы ну напомню что прямые затраты у нас это собственно сырье материалы товароматериальные ценности так называемые это у нас в основном 20 и 23 счет то есть основное производство вспомогательное производство а вот косвенные расходы это уже 25 и 26 счет то есть 26 конечно если это не директ костинг применяется то есть вот как раз про распределение мы с вами будем говорить еще немножко вот такой информации то есть у нас есть возможность статьи расходов задавать в отдельном справочнике и указывать вариант их распределения ну естественно в зависимости от выбранного типа в этом случае мы можем отнести их на себестоимость товаров то есть в этом случае у нас увеличивается себестоимость не затрагивая производственный цикл на себестоимость продаж то есть расходы распределяются в зависимости от конкретных продаж на прямые производственных себестоимость производства то есть прямые расходы на себестоимость производства то есть те которые именно и подлежат распределению ну естественно на стоимость необоротных активов на финансовый результат когда мы напрямую уменьшаем финансовый результат расходы будущих периодов ну и соответственно мы можем вручную задать если у нас что-то конкретно можно отнести и скажем так какой-то нестандартный случай то естественно мы можем распределить вручную сейчас я вам вот такой слайдик покажу это собственно где у нас располагается в пользовательском режиме в подразделе производства у нас с вами есть блок внутри цехового учета и здесь у нас есть рабочее место распределения расходов расходов соответственно у нас здесь же есть настройка правил распределения расходов и показателей как вы видите вот она тоже выделена красным красным выделением на самом деле распределение у нас так же как и многие другие настройки как функциональные опции мы можем несколькими использовать несколько вариантов ввода информации то есть если мы например говорим про статьи расходов которые относятся на себе стоимость товаров например то в этом случае мы можем использовать вот такую возможность то есть подраздел финансовые результаты контролинг и здесь у нас тоже самое есть распределение расходов это тоже самое рабочее место и здесь у нас есть статьи затрат соответственно и еще одна есть очень интересная особенность не особенность а настройка это правило распределения затрат это следующий пункт он здесь не выделен там слайдики но поговорим мы о нем поподробнее и соответственно распределять статьи которые увеличивают себестоимость то есть мы можем тоже в пропорции упс мы можем в пропорции и в эти пропорции можем распределение настроить по количеству по себестоимости по весу по объему ну то есть вариантов достаточно много еще сейчас мы с вами посмотрим вот такую информацию то есть у нас если мы рассматриваем производственный блок то суммы затрат вне производства вне процессов производства естественно мы можем формировать с использованием разных видов аналитики то есть во-первых задействовать склад по создать правила по которым учитывается склад при распределении учитывать номенклатуру то есть конкретные номенклатурные позиции например если у нас затраты относятся четко к этой номенклатурной позиции она участвует в производственном процессе соответственно документ поступления товаров и услуг в этом случае у нас может быть распределено конкретно например затраты на таможенное оформление может быть еще какие-то виды которые конкретно относятся к нашей продукции соответственно может быть по заказу поставщиков то есть если у нас используется например документы перемещения товаров документы передачи между организациями типы например сборка разборка то в этом случае у нас распределение увеличивает стоимость остатков номенклатуры соответственно если мы выбираем соответствующий тип то распределение по этому типу номенклатуры увеличивает стоимость его остатков сейчас мы с вами переключимся на демо базу так и посмотрим уже в натуре то есть у нас раздел мы с вами смотрим производство и раздел финансовый результат и контролинг значит чем это нас может порадовать на самом деле сначала мы запускаем раздел производства и смотрим что у нас здесь есть рабочее место распределения расходов и есть правила распределения расходов но здесь нету справочников которые сами конкретные статьи расходов задают естественно такие справочники в системе есть но где они живут вот таким образом мы сейчас с вами поступим это свернем справочник так и называется статьи расходов ну по аналогии есть у нас статьи и доходов и как вы видите справочники у меня созданы то есть вот я выделила здесь специально транспортно заготовительные расходы наиболее сейчас со встречающиеся до расхода по конкретным товарам и материалам и собственно говоря настройки как обычно со всеми разделами мы начинаем либо с раздела НСИИ и администрирования в этом случае у нас раздел производства и мы смотрим что у нас в разделе производства какие национальные опции заданы что мы активировали то есть да мы используем производство здесь мы проверили все что у нас используется мы отметили то есть например аналоги материалы наборы и так далее спецификации заказы да мы используем так и значит мы должны посмотреть что да трудозатраты мы тоже используем то есть справочник трудозатратным будет доступен и соответственно мы сможем сдавать стоимость дополнительных каких-то работ который может распределять на производственный цикл в разделе производства у нас есть только основное рабочее место то есть это распределение расходов ну и дополнительно правила распределения показателей а вот в разделе финансовый контроль финансовый результат и контролинг у нас как раз таки и находятся статьи доходов и статьи расходов то есть вот статьи которые я вам показывала немного ранее у нас находятся в финансовом результате и соответственно это справочники которые мы должны настроить до того как мы начали работать уже с конкретными документами с конкретными суммами как вы может быть обратили внимание у нас здесь в этом подразделе тоже есть рабочее место распределение расходов если мы посмотрим провалимся туда то у нас вот так вот выглядит рабочее место и здесь соответственно мы можем задавать документы выбирать период организацию ну и создавать документы распределения расходов то вернемся с вами к справочникам на самом деле в этом справочнике мы должны первоначально продумать систему наших статей расходов и создать заполнить этот справочник и если у нас с вами стоит такая пиктограммка то это справочник создан через конфигуратор при первоначальном запуске и соответственно мы не можем его менять мы можем его посмотреть но в настройке этого справочника мы уже с вами не можем вмешиваться а пиктограммка которая не содержит вот такую желченькую точку это уже наше с вами творчество мы создавали его самостоятельно и можем добавлять в неограниченном количестве те статьи расходов которые мы будем применять ну вот например выберем любую вот выбираем статью расходов как она создается то есть мы нажимаем кнопочку здесь статьи расходов нажимаем кнопочку создать и по кнопке создать у нас открывается вот такое диалоговое окно где мы заполняем информацию во-первых закладочку основное во-вторых закладочку бухгалтерские учеты налоги и уже если требуется это где ограничение использования сейчас мы с вами какой-нибудь ну допустим вот так делаем ну я делала правила распределения таможенной расхода ну на самом деле вы можете статью задавать любую то есть это порядок работы со справочником как мы его настраиваем нет наверное мы все-таки нет не будем сохранить вот она у нас наша переоценка статьи затрат это создание вот значит статьи затрат мы пишем наименование естественно такое чтобы было понятно описание потому что статьи затрат часто называют одинаково например транспортно-заготовительные расходы и очень сложно догадаться что что сюда относится а можно конкретизировать вот в поле описания например транспортно-заготовительные расходы по доставке до таможни или по перевозке между таможнями ну то есть собственно говоря так чтобы это было понятно для допустим новых пользователей или сотрудников которые только начинают работать с этими справочниками группа статей то есть это мы можем создать какую-то статью создать группу то есть папочку и в ней аккумулировать конкретные статьи по этой группировке обратите внимание мы должны заполнить где то есть место возникновения расходов значит здесь у нас есть выбор мы выбираем какие-то конкретные места но вот сейчас мне не доступен режим редактирования сейчас я как вы видите вот пытаюсь нажать на эту кнопочку чтобы выбрать но у меня ничего не происходит не происходит потому что это уже созданная статья я уже закрыла ее после создания и редактирования теперь чтобы внести какие-то изменения мне нужно отменить запрет редактирования это значит у нас кнопочка еще и статья разрешить редактирование реквизитов то есть это отмена запрета редактирования если я ее использую то у меня вот такое предупреждение появляется то есть в трезвом ли я умею в здравой памяти я грустно соглашаюсь у меня открывается возможность для редактирования для выборов соответственно и в этом случае я могу выбирать место возникновения расходов например при приобретении при хранении ну то есть вы видите какие мне доступны варианты выбора ну я выбираю иные процессы до того как я выйду из этого пункта меню то есть из создания статьи доходов у меня запрет отмена запретов на редактирование будет действовать я могу изменить но естественно после того как я выйду уже запрет установится заново и и карета превратится в тыкву вот значит отнесение расходов на варианты финансовый результат естественно я могу выбирать то есть на себестоимость как мы уже с вами говорили на финансовый результат на расходы будущих периодов и если у меня какая-то может быть эксклюзивная ситуация то в этом случае я буду выбирать вручную и уже заменять собой алгоритм распределения и теперь распределяются согласно опять же у меня есть выбор это справочник отдельный который я заполняю соответственно через кнопочку создать могу вносить сюда все записи которые мне важны ну вот в качестве примера записи например по коэффициентам пропорционально выручки пропорционально до сходов ну то есть выбираем любой подходящий для нас вариант ну пусть будет по коэффициентам у меня устанавливается вот такая картинка и теперь что такое полные возможности то есть все ссылки которые выделены синим шрифтом это я проваливаюсь в какой-то либо справочник либо классификатор вот по такому знаку я могу вызвать контекстную справку то есть если я совершенно не в курсе что это такое то у меня программа напишет для чего такая возможность предоставлена и хочу ли я использовать полные возможности или не хочу в этом случае у меня видите диалоговое окно изменяется и соответственно я уже буду заполнять чуть-чуть по-другому этот справочник то есть я заношу как буду относиться в управленческом учете в бухгалтерском учете и в налоговом учете и соответственно как в этих учетах будет распределить распределены эти затраты ну мы выбрали по коэффициентам значит вот я вижу что у меня здесь отражается и дополнительно я могу провалиться в правила распределения которые могу посмотреть через меню производства и вот они у меня правила распределения то есть я могу провалиться в этот классификатор из предыдущего вот режима что мы с вами смотрели значит и задавать информацию которая мне будет доступна в этом интерфейсе ну либо если нажму отключить полные возможности у меня интерфейс опять изменится будет меньше информации тип аналитики тип аналитики я соответственно выбираю что мне подходит в данной ситуации ну например по договору я буду распределять по договору ну естественно либо по организации но если я выбираю по организации то это у меня правило будет действовать статья расходов будет действовать для какой-то конкретной организации если я не ставлю сюда точки то оно будет распространяться на все мои юридические лица ну соответственно как мы говорили уже можно аналитику задать склад номенклатура после того как мы выбрали тип аналитики у нас остается вот такое окошко для проставления чекбокса то есть красивой зеленой галочки и что нам эта галочка даст сейчас мы переключаемся с вами на наши слайды и сейчас дойдем до этой красивой галочки до того что она нам дает вот на этом слайде на следующем то есть создание самой карточки статьи расходов как то есть место где мы только что с вами были и собственно включали настройку полных возможностей и вот я здесь отметила красным это конкретно наша галочка которая нас интересует и что она нам дает то есть выбор аналитики у нас зависит от того какой вариант мы выбрали и может указываться может быть дополнительный но если мы работаем с вами в производственном блоке то в этом случае аналитику мы должны указывать то есть выбор аналитики обязательный и соответственно мы проставляем вот эту красивую красным выделенную галочку мы должны проставить если мы с вами настраиваем статьи для производственного блока собственно говоря вот на этом слайде мы видим что произойдет если мы контролировать заполнение аналитики проставим и собственно на этом слайде мы с вами видим уже созданные статьи расходов в моей иерархии то есть которая у меня существует уже это находится в папке себестоимость и здесь расшифровка транспортно-заготовительных расходов ну я собственно вполне сознательно останавливаюсь именно на этой статье расходов потому что она имеет свои особенности мы про них еще поговорим и на следующем слайдике я вам покажу два варианта то есть то что мы уже тоже посмотрели два варианта обращения к информации через производственный блок у нас с вами есть распределение расходов и через финансовый результат и мониторинг то есть соответственно у нас рабочее место есть распределение расходов и статьи расходов то есть заполнение справочников чтобы лучше запомнилось то что в одно и то же место можно попасть разными путями и теперь следующий это товар транспорт товар заготовительные расходы то есть статья расходов которые у нас есть на мониторе и к которой мы тоже сейчас еще обратимся для примера возвращаемся снова в нашу конфигурацию демобазу и я просто закрою данную статью мы не будем сохранять нет ничего мы не станем делать вот статьи за статьи расходов мы с вами хотим посмотреть и значит мы с вами хотим посмотреть значит ну естественно группировка статей затрат будет такая какая соответствует вашим бизнес-процессам но напомню что прежде чем мы создаем сами статьи затрат мы создаем с вами структуру организации то есть подразделения склады и так далее и в соответствии с местами возникновения мы разбиваем свои статьи затрат вот группировку делаем статьи затрат у нас могут с вами быть сейчас вернемся на минутку к нашим слайдикам значит статьи затрат у нас могут быть как мы уже говорили вот так те которые относятся к производственному ну вот в нашем случае это транспортно-заготовительные расходы поскольку они всегда сопровождают производственные процессы и всегда сопровождают доставку и обеспечение товара товара материальными ценностями то есть товароматериальными ценностями и значит почему нам важны транспортно-заготовительные расходы потому что на закладочку бухгалтерский учет мы с вами останавливались только еще на закладочке основные на закладочку бухгалтерский учет и налоги мы с вами еще не дошли до нее после того как мы заполнили всю информацию на закладке основной то есть выбрали тип аналитиков и проставили контролировать заполнение аналитиков аналитики мы с вами переходим на закладку бухгалтерский учет то есть мы не выходим с вами никуда из статьи статьи расходов то есть допустим создание статьи а просто переходим в демо базу и смотрим то есть общие производственные затраты это у нас двадцать шестой счет и соответственно вы видите как они здесь сгруппированы и общихозяйственные расходы это два наоборот общепроизводственные двадцать пятый вот это двадцать шестой у нас и мы смотрим что у нас здесь есть естественно это в вашем случае будет учитывать именно ваши бизнес-процессы то есть ваши реалии бизнеса но настраивать мы будем коммерческие расходы например здесь вот у нас есть тоже с вами транспортные услуги которые касаются коммерческих именно хочу обратить внимание на комментарии то есть мы немножко поговорили про это но если я напишу транспорт ТЗР то есть транспортные заготовительные расходы то будет непонятно к чему они у меня относились либо к производственным либо к продукту товарным к товарной деятельности то есть виды деятельности у меня тоже должны быть заданы разные виды деятельности соответственно в связи с разными видами деятельности я могу статьи расходов относить конкретно то есть это у меня затраты на которые я учитываю например смотрю закладочка бухгалтерский учет то есть коммерческие расходы это у меня 44 счет и в этом случае я задаю что он у меня одинаковый то есть бухгалтерский учет у меня установлен для налогового и бухгалтерского учета то есть созданы ГФУ и я эти ГФУ использую для всех видов учета я могу посмотреть поподробнее про коммерческие расходы то есть мы смотрим ГФУ группа финансового учета то есть то что отвечает за отражение в проводках каких-то конкретных ситуациях и здесь у меня как вы видите во-первых для учета расходов дается информация то что я использую а во-вторых конкретно 44 счет то есть если бы я написала что это у меня например транспортные расходы по доставке ТМЦ то есть для производства то у меня был бы например 20 счет ну и соответственно после того как настроены ГФУ на закладке бухгалтерский учет я выбираю нужное ГФУ теперь раздельный учет НДС по расходам по расходам нужно мне вести или не нужно вести ну естественно это зависит от учетной политики от того какую систему налогообложения применяет мое предприятие ну вот как вы видите у меня установлено относится на вид налогообложения в документах закупок поскольку это уже созданный элемент то есть созданная статья расходов то для редактирования она мне сейчас недоступна но я помню что я могу через кнопочку еще включить отмену запрета редактирования но при этом должна помнить что если до 12 часов я не успею то карета превратится в тыкву то есть если я меняю уже созданные статьи расходов то в этом случае я должна буду быть готовым к тому что у меня в документах в тех которых уже использовалась эта статья расходов может измениться соответственно моим редакциям и в общем это крайне нежелательная ситуация будем считать что это нельзя ни в коем случае ну естественно ставим флажок применяется к налоговому учету по налогу на прибыль потому что коммерческие расходы зачем нам будет распределять если они не принимаются к налоговому учету и собственно говоря вот информация по виду расходов мы пишем что транспортные расходы то есть это мы с вами проверили настройки которые на закладке бухгалтерский учет налоги для статьи расходов и последняя закладочка которая у нас здесь осталась мы не посмотрели еще это ограничение использования если в каких-то случаях хотим ограничить использование данной статьи то мы пишем ставим флажок в это поле чекбокс и выбираем то что подходит для нашей ситуации все я здесь все посмотрела я закрываю естественно я ничего не хочу менять возвращаюсь в свою в общий журнал своих статей расходов ну и собственно говоря здесь они даны для примеров ну то есть вот например статьи расходы будущих периодов сейчас осталось не так много то есть в основном согласно ПБУ 5 дробь 2019 у нас разрешено списывать на затраты сейчас достаточно много чего если допустим подписку мы раньше отражали только как расходы в будущих периодов то сейчас мы можем их сразу относить на затраты ну в качестве примера вот вы видите здесь сертификат лицензии ну то есть те расходы которые мы можем относительно растягивать на будущее а не принимать одномоментно и собственно говоря расходы по прочим операциям тоже в качестве примера значит это все можете посмотреть на демо базе если вы являетесь пользователем например то есть уже работаете с конфигурацией то есть демо базе это все как примеры представлены сейчас снова переключимся на наши слайдики и уходя отсюда значит мы посмотрели ГФУ то есть группы финансового учета посмотрели как настраивается сама группа и собственно говоря не забыли проставить флажок что это у нас статья принимается налоговому учету теперь мы с вами переходим к очень интересному моменту это справочник правила распределения и показателей то есть вот на предыдущем слайдике мы с вами уже смотрели сейчас еще раз посмотрим на демо базе напоминаю что это у нас финансовый результат и контролинг вот то есть мы смотрели вот здесь правило распределения показателей и расходов а если в подразделе производство то у нас распределение расходов это рабочее место и ссылочка есть вот она правила распределение и распределение и показатели на самом деле это один и тот же справочник, то есть, когда мы переходим в него хоть из одного раздела, хоть из другого, вот так сделаем, вот так, чтобы было наглядно. Мы попадаем вот в такой интерфейс, то есть, мы настраиваем правила, которые будут действовать для распределения расходов. Сейчас мы с вами... Ой, блин, чуть-чуть подвинемся, то есть, чтобы нам не мешало вот это вот, не загораживало здесь наши закладочки. И, как вы видите, то есть, правила у нас группируются по видам расходов. Например, мы можем распределить расходы между партиями товаров по направлениям деятельности. Это мы с вами тоже уже посмотрели, это справочник. Расходы будущих периодов тоже посмотрели. Материалы и работы. То есть, может быть, у нас используются материалы, которые дают либо возвратные отходы, либо, то есть, например, древесину мы обрабатываем у нас в результате работы с древесиной, может получиться, например, деловой горбы, опилки, ну, то есть, какие-то побочные материалы или отходы. И, соответственно, в этом случае мы можем задавать распределение этих стоимости этих материалов по каким-то параметрам. Ну, вот распределение возвратных отходов у нас вот таким образом выглядит. то есть, наименование такое, чтобы было понятно. Касательно чего возникает это, то есть, у нас касательно указанных материалов. И, соответственно, здесь по гиперссылкам мы можем проваливаться и выбирать конкретные статьи. Так, пока мы уходим. и вот, ну, в общем-то, наверное, основная закладочка, которая регулирует увеличение себестоимости либо товаров, либо готовой продукции. И мы задаем правила через кнопочку создать, создаем правила пропорционально, например, количеству номенклатуры. То есть, в этом случае получается вот такой интерфейс и с которым мы работаем. и мы можем задавать показатели по подразделениям. То есть, соответственно, в этом случае мы создаем какое-то конкретное подразделение, выбираем, называем, во-первых, наше правило, так, чтобы было понятно, о чем разговор. И здесь, соответственно, задаем показатель переменные или постоянные, то есть, тип показателей и редактируем значения, если выбираем соответствующий вариант. Значит, это мы с вами правила распределения посмотрели и посмотрели, как настраивается этот справочник. Вот после того, как мы сейчас делаем вот так, чтобы нам лишнее не мешалось, значит, после того, как мы в разделе производства считаем, что выполнили настройку всех справочников, справочников, то есть оформили справочники статьи расходов, создали статьи расходов, во-первых, продумали структуру этих справочников, во-вторых, создали конкретные статьи расходов, создали правила распределения и показатели, вот после этого мы уже можем переходить к работе на конкретном рабочем месте и, соответственно, создавать, формировать документ. Как я уже говорила, мы здесь выбираем период, организацию, если необходимо, если у нас по структуре предусмотрены разные подразделения и уже сформировать документы распределения можем нажимаем это, допустим, кнопочку и у нас программа автоматически создает вот такие документы, то есть уже конкретно правила работают на конкретном документе и создается документ распределения расходов, который мы, соответственно, уже потом с удовольствием используем для управленческого, бухгалтерского и налогового учета и, в общем-то, автоматически оно работает и мы можем доверить автоматизацию, доверить формирование этого учета автоматики, но если я выбрала ручное распределение, то, естественно, мне нужно будет использовать ручной вариант. теперь для чего у нас вот эти правила распределения даны? У нас себестоимость фактически и списание товароматериальных ценностей осуществляется документом закрытия месяца, то есть это документы рабочее место, которое у нас выводится в разделе финансовый результат и вот здесь у нас с вами есть закрытие месяца. Также, как у нас финансовый результат, есть возможность сформировать и в другом формате, то есть у нас рабочее место распределения расходов есть и в этом подразделе, но мы с вами уже здесь походили посмотрели, что у нас дает закроем лишнее, что у нас дает закрытие месяца. То есть если я сейчас выберу какую-то ладно, пусть будут все, у нас здесь очень мало операций, значит, окей. Значит, при формировании закрытия месяца у нас с вами есть пункт расчет себестоимости. И вот здесь вот у нас есть автоматический распределение затрат и расчет себестоимости. И вот как вы видите, у меня здесь в красном отмечены те операции, которые не выполнены. И я, соответственно, могу раскрыть пункт и посмотреть, то есть, более подробную информацию, что у меня здесь включено. Но, как вы видите, расчет себестоимости, то есть, распределение затрат у меня сделано уже, уже проведено, зеленая галочка проведена корректно. И, соответственно, я в этом случае смотрю, что распределение затрат по моим правилам проходит корректно. Значит, я все справочники заполнила нормально. И теперь мне для формирования финансового результата, допустим, ничего не мешает. Ну, вот эти мелкие косяки я могу посмотреть отдельно, видеть, отчего они. Но с расчетом себестоимости у меня все в порядке. То есть, я заполнила нужные справочники, я заполнила их правильно, и статьи затрат, и правила распределения, и закрытие месяца у меня формирует себестоимость уже с учетом всех этих инструментов, скажем так, и, собственно говоря, здесь все происходит корректно. Все ошибки, которые у меня есть, у меня я могу просмотреть вот таким образом. Но финансовый результат у меня что, вот какие ошибки содержит. То есть, в этом случае я могу по ссылке подробнее посмотреть, что мне мешает для счастья в жизни, и данный конкретный момент у меня правило распределения не настроено. То есть, у меня есть торговый дом, это моя организация. Здесь я вижу, что у меня как бы вся информация заполнена, но правила распределения у меня не заданы. То есть, мы с вами ходили, смотрели правила распределения на примере какого-то конкретного юрлица, а вот здесь, когда у меня сформировалась запись, сейчас мы ее, когда у меня сформировалась запись по закрытию месяца, у меня выбраны организации все. То есть, я, видите, как не на всех организациях настроила эти справочники. То есть, статьи и затраты, правила распределения, у меня установлены не во всех организациях. То есть, если я выбираю по всем организациям, у меня выходят, ну, скажем так, проблемы. Если я выберу ту организацию, например, на примере, который мы с вами делали эти справочники, то там у меня все будет хорошо. Так, значит, это мы с вами закрываем. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И следующий слайдик, который я вам хочу показать, иллюстрирует, собственно говоря, создание правил распределения. Ну, как вы видите, раздел правил распределения и показатели мы его смотрели. Вот закладочки разные, которые, по которым мы прошлись. Закладочка распределения возвратных отходов, то есть это мы смотрели с вами опилки, там, деловой горбы и так далее. Соответственно, список групп продукции, которые у нас задействованы при этом, и аналитика учета номенклатуры, то есть та, которая нашим предприятиям применяется, используется. каскад окошек, которые демонстрируют, с какими справочниками нам пришлось работать, чтобы установить конкретное правило для материалов и работ, то есть на закладочке материалы и работы при установлении правил мы использовали вот такие справочники. Еще немножко, скажем так, информации, то есть если мы применяем статьи расходов, статьи расходов с распределением на финансовый результат, мы с вами говорили про себестоимость, то есть когда распределение происходит на себестоимость, а если мы выбираем на финансовый результат, то общихозяйственные расходы это 26-й счет мы можем выбирать здесь вариант, либо мы списываем его по системе директ костинг, либо директ костинг не применяется, и соответственно тогда мы общихозяйственные коммерческие затраты, экономические, финансовые, содержания, то есть содержание, экономическое содержание, скажем так, отмечаем и распределяем его соответственно правилам учета, и основное, что мы создаем направление деятельности, на которые будем распределять эти расходы, то есть мы на финансовый результат распределяем в связи, не в связи, а основываясь на направлениях деятельности. Если мы формируем полную производственную себестоимость, то соответственно в этом случае мы с вами оперируем, ну, во-первых, статьями калькуляции, это отдельные справочники и определяем метод списания, мы закрепляем этот метод в учетной политике и это у нас может быть сейчас либо средняя за месяц, либо FIFA. Как вы знаете, раньше у нас была возможность списывать по методу LIFA, по средней оценке, но сейчас у нас осталось только FIFA и средняя за месяц. FIFA в основном применяется при упрощенной системе налогообложения, а средняя за месяц, ну, соответственно, при общей системе налогообложения. То есть FIFA у нас участвует в случае, если у нас полноценный партионный учет присутствует. И вот таких еще два слайдика, которые иллюстрируют вот этот слайдик закрытия месяца, то есть то, что мы с вами уже посмотрели. Еще раз хочу проговорить, то есть расчет себестоимости у нас выделен в отдельный блок и осуществляется регламент на операции закрытия месяца. и соответственно, мы посмотрели, что у нас отметка стоит, что этот выполнен расчет и все у нас в порядке, то есть мы создали правила и мы создали статьи расходов, все хорошо и все корректно. И соответственно распределение расходов по направлениям деятельности у нас не сработало, потому что мы не работали с настройками других предприятий, а здесь мы выдали закрытие месяца для всех организаций. Обычно такая группировка бывает по всем организациям, когда мы, например, используем интеркомпани, систему интеркомпани. Но в данном случае мы с вами использовали для примера, выбрали все организации, посмотрели, как будет выглядеть при закрытии месяца, вот конкретно работа со статьями расходов и с правилами распределения. Ну и естественно, кроме того, что мы хотим посмотреть закрытие месяца и обычные бухгалтерские отчеты, у нас есть вот такой отчет доходы и расходы предприятия. Это у нас управленческий расход, который позволяет просмотреть, ну, то есть разные статьи, разные виды, то есть то, что относится, например, к продажам, то есть разные направления деятельности, ну и соответственно, внешний вид отчет у нас таким образом сформирован, то есть если я направление деятельности не выбираю, то у меня выдается по всем направлениям. Значит, еще раз переходим на нашу базу, наша демо-база и значит с вами посмотрим еще такой вариант и в блоке подразделе производства у нас есть с вами блок отчеты по производству и в подразделе финансовый результат у нас тоже с вами есть группа отчетов по финансовому результату и обратите внимание, то есть у нас есть здесь ссылка на приход к финансовым отчетам и есть отчеты выведенные вот сюда. То есть на самом деле если мы открываем отчеты по финансовому результату то у нас вот здесь с вами есть ведомость по закрытию месяца мы с вами можем посмотреть естественно из чего формируется у нас себестоимость то есть на самом деле отчетов достаточно много и вот управленческая отчетность это у нас в основном либо валовая прибыль организации то есть доходы расходов по финансовому результату либо у нас есть управленческий баланс мы можем посмотреть либо ведомость по товарам организации а вот в производстве у нас блок дает возможность вот такие выдать отчеты и здесь у нас внутри цеховое управление естественно касается выпуска продукции и ход выполнения производственных операций это отчеты которые чаще всего используются и внутри цеховой учет это соответственно движение ТМЦ и затрат в производстве в этом случае мы с вами увидим статьи затрат которые мы распределяли и которые мы в общем-то в дальнейшем хотим видеть но есть отчеты которые мы не допустим хотим показывать в этом случае у нас есть возможность перейти по гиперссылке все отчеты то есть в этом случае мы попадаем в меню вот такого вида это все отчеты которые в этом подразделе содержатся вот мы его видим здесь в виде дерева ну допустим как вы видите я могу выбрать любой отчет если я выбираю ну например вот анализ себестоимости если я выбираю вот здесь этот отчет то я перейду в этот отчет сейчас и могу там что-то посчитать или вывести для себя а если я использую кнопку изменить то в этом случае мы попадаем в настройки и в этом отчете я могу заполнить у меня есть две закладочки то есть пользователи и разделы сейчас у меня установлены все пользователи то есть у меня могут видеть вид могут видеть этот отчет и мастерсмены и экономист если я хочу изменить данную ситуацию то в этом случае я использую возможность подобрать и например все пользователи я не хочу чтобы вы видели этот отчет я убираю этот вариант и конкретно выбираю пользователей которые должны будут работать с этим отчетом ну например вот так сделаем значит теперь у меня с этим отчетом могут работать Белкина ой не то я извините выбрала Белкина и например Балабанова не надо не надо нам всех пользователей мы туда не будем переносить мы туда будем например вот так нет здесь у нас нету тех кто работал вот администраторы вот так будем считать что у нас вот этот персонаж тоже будет видеть этот отчет то есть я выбираю конкретных пользователей подобрать и закрыть и у меня формируется список тех пользователей для которых я открыла возможность просматривать этот отчет ну то есть работать с ним а закладочка разделы позволяет мне видеть в каком разделе я этот отчет в каком разделе этот отчет расположен то есть что же я им в конце концов то открыла вот мы с вами просматриваем раздел производства и что я открыла то есть какие конкретно я открыла отчеты этим лицам то есть я например могу выбрать не только в этот отчет этих лиц я могу выбрать другой отчет или в другие подразделы в этом случае на закладочке разделы я увижу вот в этом дереве чекбоксы тех отчетов которые я разрешила им смотреть так мы пока остановимся выйдем из этого режима выйдем из отчетов ну то есть естественно я могу выбирать не только управленческие отчеты то есть отчеты которые расположены в конкретном подразделе и вот в этом блоке то есть в основном это отчеты управленческие все отчеты регламентированные то есть у нас относится к разделу регламентированный учет бухгалтерский и налоговый учет и стандартные бухгалтерские отчеты то есть здесь мы с вами можем смотреть наши любимые оборотки ну то есть всем знакомые отчеты именно которые используются в бухгалтерском отчете ну вот я выбрала какой-то какой-то конкретный отчет и вывела его на экран и я уже вижу картину предприятия но в разделах двух учетов в разделе в части бухгалтерского учета и в части налогового учета я могу это изменить через настройки если я например выбираю бухгалтерский учет и налоговый учет то у меня будет отражаться та же самая ведомость но уже будут две строки то есть бухгалтерский и налоговый учет а соответственно управленческий учет я вывожу в отчеты которые находятся в подразделе конкретно вот по такой ссылке я могу у них перейти и они у нас есть и в разделе производства и в разделе финансовый учет как вы видите то есть кроме заполнения справочников допустим статьи расходов правил распределения я могу посмотреть управленческую отчетность здесь но уже перейти к стандартной финансовой отчетности я могу через регламентированный учет так значит мы с вами сейчас уходим отсюда возвращаемся к нашим слайдикам время нас уже к сожалению истекло и мы с вами возвращаемся я хочу вернуться к началу нашей встречи к титульному слайдику и напомнить вам наши контактные данные то есть нашу электронную почту телефон телеграм контакты и сайт и хочу еще раз пригласить вас к сотрудничеству мы будем очень благодарны вам за обратную связь то есть за вопросы за какие-то конкретные ситуации которые для вас представляли сложности мы с удовольствием их разберем и на них ответим так что милости просим может быть вы какие-то хотели конкретные темы более подробно разобрать мы будем очень рады оказаться вам полезными на этом разрешите попрощаться с вами поблагодарить за уделенное время за внимание всего доброго хорошего дня до встречи до встречи Продолжение следует...